Всем привет, призыватели! И сегодня мы для вас подготовили 10 сломанных корейских билдов в патче 12.4. Поехали! На верхней линии нас будут ждать Шен и Синджет. Начнем с Шена. Данная сборка, которую мы вам покажем, позволит вам играть за Шена более агрессивно, чем обычно. По рунам у него идет типичная для него подборка, так как это наиболее оптимальный выбор. Подробную сборку урона предметов вы сможете увидеть на ваших экранах. Данный билд приведет вас к преимуществу на линии и позволит наносить хороший урон прок и объятия демонов. Чтобы прокнуть его, вам достаточно попасть умением Е по противнику, и вы сможете наносить дополнительный урон, жертвой при этом как можно меньше вашего ХП. Благодаря предметам с АП, ваша ульта будет увеличивать ваш щит, и вы сможете давать гораздо больше пользы для вашей команды. Следующий на очереди это Синджет. Данная сборка также позволит вам играть более агрессивно и повысит ваш керри потенциал благодаря высокой выживаемости и урону. Благодаря предмету Вестник Зимы, который дарует вам дополнительную ману, вам больше не придется не беспокоиться. Синджет с данной сборкой отлично себя показывает благодаря своему высокому урону и выживаемости. Продолжим традиционно в лесу, и тут нас встречает Сиджуани и Ноктюрн. Начнем с Сиджуани. В данный момент она является отличным командным бойцом с высоким количеством брони и ХП, а наш сбор добавит к этому всему еще и больше контроля. Вы получаете отличное преимущество от каждого успешного ганга вашим тиммейтам, ну или от стычек в лесу. Так что данная сборка будет побуждать вас чаще искать противника и попадать по нему умениями. Наша следующая сборка предназначена для Ноктюрна. Ноктюрн сейчас в основном собирается через леталити, и после его влета через ультимейт чаще всего он погибает. Наша сборка позволит вам гораздо чаще выживать без потери урона, ну и добавляет вам вживаемость. С каждой покупкой нового предмета вы не только становитесь сильнее, но и тонковее. И после покупки черной секиры вы начинаете задавать темп игры, а каждая следующая покупка превращает Ноктюрна в псевдоассасина. Далее очередь подходит к центральной линии, где нас встречает Люкс и Ренектон. Сразу хочется сказать, что мы плохо отзывались о Ренектоне в прошлом видео. Сейчас же это корейский билд, и это не значит, что он очень силен, и то, что у вас будет отлично за него сыграть. Далее мы продолжаем по порядку. Люкс, основанная на Пауке, может нафармить невероятное количество золота и, соответственно, получить гораздо раньше те предметы, которые дают ей мощь. И тогда Люкс превращается в очень серьезного противника с огромным уроном, и какую бы цель она ни выбрала, она будет ее убивать. Эта сборка позволит Люкс не только наносить тонну урона, но и иметь к этому всему отличную выживаемость. Далее следует сборка на Ренектона. Он показывал себя отлично после того, как игроки поняли, что у многих миддеров нет возможности убить его в начале игры, что позволяет ему набирать хорошее преимущество. Коготь охотника увеличивает его взрывной урон и добавляет возможность третий раз сблизиться с противником. В итоге мы получаем живучего чемпиона, который может в большинстве случаев сразу же убить вражеского керри. Итак, мы двигаемся дальше. Подходя к ботлейну, нас встречает на роли керри Зерри. Хотя большинство игроков уже знакомо с ее билдом, но мы все равно поговорим о том билде, который менее популярен и используется чаще в Корее. Самый главный нюанс в этой сборке – это замена Тройственного Союза на Арбалет Бессмертия. Что означает, что сборка больше полагается на крит и обеспечивает большую живучесть. Данная сборка позволит вам наносить хороший урон как в средней, так и в поздней игре. А на роли саппорта сегодня у нас будет Анивия. Все больше и больше на роль саппорта врываются магии, и Анивия не исключение. Эта сборка не слишком сильно отличается от ее сборки на средней линии, и когда игра затягивается, она становится серьезной угрозой для вражеской команды. В начале игры, после покупки саппортского итема, вам как можно быстрее нужно купить слезу, и оттуда уже собрать посох Архангела. Покупка слезы в начале игры даст вам огромный прирост маны и позволит наносить гораздо больше урона. И, наконец, мы заканчиваем наш видеоролик связкой чемпионов из Синдры в роли Кири и Блицкранка в роли саппорта. Они очень сильны благодаря своему взрывному урону и контролю. Вам не составит труда, играя за Блицкранка, попасть хуком, если Синдра застанила противника. И если вы все сделаете правильно, то в большинстве случаев вы просто заработаете убийство. Успех этой связки зависит от общения этих двух, подбору правильных таймингов и очередности в исполнении умений. После получения шестого уровня, их комбинация ультимейтов наносит невероятный урон, что позволит вам контролировать нескольких противников и выводить их из строя. Ну что, ребята, а на этом у нас сегодня все. Не забывайте подписываться, ставить лайк и нажимать на колокольчик. Ну а с вами была Ололос. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. Продолжение следует...